My wonderful YouTube students! Welcome to the channel! Сегодня мы продолжаем наш курс самого нуля и до прям высот уже английского, и у нас урок 54. Сегодня мы берем советского Винни-Пуха и также рассматриваем важнейшую тему неопределенных местоимений и наречий в английском. Очень важный урок, фундаментальный, поэтому предлагаю приступать сразу же. И если я собираюсь, то здесь можно понимать, что здесь есть Раббит-Волга. Угу. И в Раббит-Волга есть Раббит. А Раббит-Волга есть хорошие, хорошие. И хорошие, 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 хорошие. То есть, они дома? Я скажу, что она дома? Оно! There's no need to yell so loud. I heard you very well the first time. Sorry, but are you sure there's absolutely no one in? Absolutely. That can't be true. Someone has to be in there. Somebody said, absolutely no one. Listen, Rabbit, wasn't that you? No, it wasn't me. So please, tell us, where is Rabbit? He went away. He went away to see his friend Winnie the Pooh. Oi, that's me. What do you mean, me? There's more than one me. Me means me, Winnie the Pooh. Are you sure? Of course. So it is, Winnie the Pooh, and who's this? This is Piglet. Okay. Well, come on in. By the way, it says wipe your feet. W-I-P-E. Oh, I got it. It's not so easy to be a guest. When you're in, remember, pretend that you're not hungry. Okay. Okay, lovely, and that is the episode that we are working with today. Let's discover everything. Okay, so Pooh and Piglet are going to visit somebody, and this is somebody as a rabbit. Okay, well, if I understand anything at all, если я вообще понимаю что-то, вот у нас тема выделена жирным здесь. This hole is a... Вот эта дыра... Вот, да, вот hole у нас идёт, вот как здесь на картинке. Это кроличья нора. It's a rabbit hole. Rabbit кролик и нора как дырка. Hole. And in a rabbit hole lives rabbit. И в норе живёт кролик. Немножко нетипичная конструкция английского предложения, потому что обычно у нас идёт rabbit на первое место, потом lives, и потом уже где in a rabbit hole. И здесь rabbit уместно на самом деле написать большой буквы, потому что это как у него имя собственное. And rabbit is good company. И кролик это классная компания. And good company is a good. И хорошая компания это отличный способ, и у нас помню, что путь, дорога, способ это way. To get a nice. Получить хорошее угощение. Treat. Это как дети, когда придёт хэллоуин, в западных странах будут кричать trick or treat. Давайте угощение, либо мы устроим вам трюк какой-то над вами. Прикол такой устроим. Отлично. Далее. Hey, anybody home? Тоже наша тема. Привет, привет. Есть кто это ума? You see? Anybody home? Слышите? Видите, да, дословно здесь кто-то дома? No. Нет. Никого нет. There is no need. И дальше продолжает этот голос. Пока что ещё непонятно для пуха, кто это. Нет такой вот нужды. Не надо. Не надо орать. Ел. Интересный глагол. То есть не shout здесь уже идёт, а ел решила вам добавить. So loud. Так громко. I heard you very well. Я слышу очень хорошо. С первого раза. The first time. Помним, что time это не только время у нас, но также и раз идёт по значению. Sorry, but are you... Прощу прощения, но вы уверены? Are you sure? There is absolutely no one in. Что точно никого нет внутри. Absolutely, 100% я уверен. That can't be. Это не может быть правдой. То есть когда мы в чём-то уверены, используем модальный глагол can't, когда в значении минуса. Это не может быть правда. То есть мы видим, все свидетельства нам указывают, что ситуация совсем иная. Поэтому Винни здесь использует can't. И соответственно правда это true. Как есть тексты, да, такие задания. True or false. Правда либо ложь. Someone has to be in there. Кто-то должен быть там. Помним, что have to это околомодальная конструкция. Вот в этом видео мы с вами проходили. Имеющие четыре значения. Должен, вынужден, приходится, нужно. Кто-то должен быть там. Somebody said. Кто-то сказал absolutely no one. 100% никого. Listen, rabbit, wasn't that you? Послушай, как ролик, это разве не ты был? No, it wasn't me. Нет, это был не я. So please, tell us where is rabbit. Пожалуйста, расскажи тогда нам, где же кролик. He ушел. He went away. Это как можно leave и синоним go away. И соответственно в прошлом у нас went away. He went away to see his friend Winnie the Pooh. Он ушел, чтобы повидаться с его другом Винни-пухом. Хой, that's me. Ух ты ж, это же я. What do you? Что ты имеешь в виду? Классика вопроса. What do you mean? Конечно же мы. Неправильные глаголы. Базу 100 глаголов взяли на канале. И в том числе там встречался и mean, meant, meant глагол. What do you mean me? Что ты имеешь в виду? Me. There is more than one me. Не очень понятно, что здесь имеется в виду. Есть больше, чем один меня, мне и так далее. Me means me. Меня значит меня. Winnie the Pooh. Винни-пух. Are you sure? Ты уверен? Конечно. И это часто нам встречается уже. Of course. Of course. So it is. Да, действительно так оно и есть. Winnie the Pooh. Винни-пух. And who is this? А кто же это? This is Piglet. Это пятачок у нас Piglet по-английски. Well, заходите. И здесь уже используют фразовый глагол, который такой дружественный, очень классный. Часто и во взрослых сериалах он используется. Come on in. Come on in. Кстати, by the way, it says, вот это вот, it имеется в виду коврик, говорит, вытирайте ноги. Wipe your feet. Your feet. Помним, что foot у нас исключение. В единственном числе это foot ступня, во множном числе feet ступни. W-I-P-E. Oh, I got it. Да, по буквам он говорит, вытирайте, как бы у нас было бы. О, я понял. It's not so easy to be. Не так уж и просто быть гостем. And that is guest. When you are in, remember to. Он говорит уже так шепотом пятачку. Когда ты внутри, помни, что стоит притвориться. And that is pretend that you are not hungry. Что ты не голоден. Окей. Да, хорошо. Excellent. And now it is our time to explore a bit of grammar. And here is the topic that I took from the episode. Anybody home? There is absolutely no one in. Somebody has to be in there. Все эти фразы у нас были в эпизоде. Итак, давайте вначале познакомимся вот с следующим. У нас используются вот такие вот маленькие слова, как some, any и no, достаточно часто в английском. Ну, например, мы можем сказать, I have some chocolate. У меня есть некоторое количество шоколада. Они добавляют some, чтобы показать некоторое количество предмета. Либо можно сказать, I have some questions. У меня есть несколько вопросов. Если мы используем any в утверждении, то это будет значение, как любой всякий. Например, you can buy any chocolate here. Ты можешь купить любой шоколад здесь. Либо с вопросами мы можем сказать, I will answer any questions. Я отвечу на любые вопросы. То есть, значение у нас идет любой в утверждении. Когда мы переходим в вопрос, зачастую используются any чаще. Например, do you have any questions? У вас есть какие-то вопросы? То есть, когда мы выясняем новую для себя информацию, мы используем any. Далее, с шоколадом. Have you got any chocolates? У тебя есть хоть какой-либо шоколад? Тоже, опять же, новая информация выясняется. Сам же, когда мы предлагаем что-то. Вот у нас есть этот шоколад. И мы спрашиваем. Would you like some chocolate? Ты бы хотел, вот, немножечко. То есть, не всю вот эту шоколадину съесть. А немножко шоколада. Would you like some chocolate? Окей, теперь в отрицании у нас используется либо any, либо no. Запоминаем, что no это сильное отрицание. Оно все съедает. Ну, например, I have no questions. У меня нет никаких вопросов. То есть, у нас идет как в утверждении I have. Дальше использовали no сильное отрицание. Мы помним, что в английском только одно отрицание. И поставили уже такой вот object, да, у нас вопросов. Либо I have no chocolate. У меня нет никакого шоколада. Либо any мы можем использовать. I don't have. Здесь уже будет полноценная грамматическая основа. I don't have any questions. Либо I don't have any chocolate. Таким образом, когда у нас идет грамматическое отрицание, мы используем any. Оно уже является сильным отрицанием, поэтому оно не терпит компании отрицания грамматического. Вот такие вот тонкости у нас. А теперь, понимая вот эту вот базу some, any и no, как функционирует, мы добавляем некие тела, вот как здесь body, one, некую вещь, thing, и некое место, where. Таким образом, вот у нас получается somebody и someone. Такая же логика будет распространяться и на somebody и someone, как на some просто. Так же anybody, anyone, отрицание nobody, no one, и every мы еще можем добавить сюда everybody, everyone. Дальше thing, это про вещь, что-то, something, что угодно, например, anything, nothing, ничего, и everything, все. Теперь место у нас идет where, somewhere, где-то, anywhere, в любом месте, nowhere, нигде, и everywhere, везде. Итак, some, any, every, с отличными значениями используем в утверждениях. Мы его, да, кроме no, по сути мы все можем использовать в утверждении. Somebody, someone, это кто-то, something, это что-то, какая-то вещь, somewhere, это где-то. Теперь у нас any, это вот кто угодно, любой, всякий у нас идет значение, anybody, кто угодно, anything, это что угодно, и anywhere, это где угодно. А everybody, everyone, это все про человека, потому что мы говорим everything, все, и everywhere, везде. И вот у нас получаются следующие примеры. Кто-то звонил нам. У нас получится somebody called us. Anybody can call us. Кто угодно может позвонить нам. Everybody called us. Все позвонили нам. Вот такая вот логика. Будем отрабатывать, все отлично у нас будет. Это не только теория. На данном канале всегда я делаю сопровождение, практику. We bought something. Мы купили что-то. Something. Очертили какую-то вещь. You can buy anything in this mall. Ты можешь купить все, что угодно в этом магазине. И we bought everything. Мы купили все. Вот здесь, да, we bought something. Мы купили что-то. А здесь уже everything. We bought everything. Excellent. И теперь у нас с местом. I saw him somewhere. Я видел его где-то. Черчевое место. He can be anywhere. Он может быть где угодно. His posters are everywhere. Его постеры, плакаты такие везде находятся. Отлично. И теперь у нас практика. Exercise one. Write somebody. Or someone, в принципе, можно так же. Something и somewhere. Разницы между somebody и someone нет. Lucy said что-то. Something. Lucy said something. И дальше у нас вопрос. Что она сказала? What did she say? Sally and Tom went. Where did they go? Sally and Tom пошли куда-то. Somewhere. Про место. Куда же они пошли? Where did they go? I am going to phone. Я собираюсь позвонить. Либо call мы также можем использовать. Кое-кому. Someone. Либо somebody. Who are you going to phone? Кому же ты будешь звонить? I can't find something. Я не могу найти что-то. Кое-что. What have you lost? Что ты потерял? I met. At the weekend. Я познакомился. Назнакомимся мы с кем-то. I met somebody. Давайте в этот раз напишем. At the weekend. На выходных. Who did you meet? И с кем же ты познакомился? I saw this girl где-то. Somewhere. Somewhere. Where do you think you saw her? Где ты думаешь, что ты ее видел? Вот так вот. Окей. Пункт теперь два у нас. Делаем мы отрицание двумя способами. Как мы очень так мельком, но все равно прошли вот эту тему. Самый 80. No. При помощи no мы будем делать отрицание. У нас получается сильное отрицание. Либо при помощи any. И тогда работает грамматическая основа полностью. Все там с don't, doesn't, haven't и так далее. Итак. I saw. Например, nobody. Я не видел никого. Там в русском у нас будет двойное отрицание всегда. Либо I didn't see anybody. Я не видел никого. Все равно мы переводим одинаково. I saw nothing. Я ничего не видел. Либо I didn't see anything. Эти позиции, они равны. То есть вы можете сказать либо так, либо так. I saw it nowhere. Я нигде это не видел. I didn't see anywhere. Я нигде это не видел. Все так же по переводу одинаково. Окей. Теперь в практику напишем либо nobody, либо no one. Nothing и nowhere. What did you say? И просто одним словом. Что ты сказал? Да ничего я не сказал. Nothing. Where are you going? Куда ты собираешься? Никуда я не собираюсь. Nowhere. What did you do at the weekend? Чем ты занимался на выходных? Ну, ничем я не занимался. Nothing. Who are you looking for? Кого ты ищешь? Никого я не ищу. Nobody. Либо no one. Но здесь важно правописание. Если nobody, то в одно слово. Если no one, то в два. Через space. What are you looking for? А вот здесь у нас что ты ищешь? Ничего я не ищу. Nothing. Where did he go to on Saturday? Куда он пошел в субботу? А никуда он не пошел. Nowhere. Замечательно. Ну и теперь мы продолжаем. Мы делаем. После no изучения уже any внедряем. У нас будет полная грамматическая основа здесь. Answer the same questions with full sentences. Вот ответьте на те же самые вопросы, уже построив полные предложения. Это означает, что должна быть полная грамматическая основа. Subject и verb. Use not anyone. Либо anybody, anything и anywhere. What did you say? Что ты сказал? И мы полностью говорим. I didn't say anything. Я ничего не говорил. Anything with a why. Where are they going? Куда они идут? Либо собираются. They aren't going anywhere. What did you do at the weekend? Чем ты занимался на выходных? I, по последнему идем. Did not do anything. Ну и давайте напишем at the weekend. Who are you looking for? Кого ты ищешь? И здесь у нас время present continuous. I am not looking for anybody. What are you looking for? А здесь у нас, что ты ищешь? I am not looking for anything. Where did he go to on Saturday? Какое место он пошел в суботу? И ответ у нас he didn't. Go to anywhere. И когда он Saturday. He did not go to anywhere on Saturday. Окей, wonderful. Переходим к следующему пункту. Пункт номер три. Вопросы теперь. Мы часто используем any. Когда хотим узнать новую информацию. Вот мы вообще не в курсе. Мы новое узнаем для себя. Это any плюс вот эти вот body, where и thing. Сам используем. Когда предлагаем что-то, либо догадываемся. Окей, давайте на примерах посмотрим. New information. Do you know anybody in Moscow? Ты знаешь кого-то в Москве? То есть мы не знаем, знает ли человек кого-то в Москве или нет. Are you waiting for somebody? Ты ждешь, ты ожидаешь кого-то. Например, мы видим человека, он стоит, допустим, возле офиса, либо возле школы. И мы спрашиваем, ты ждешь кого-то? Но обычно так люди просто не стоят. То есть мы здесь догадываемся вот этим предложением. Получается somebody в вопросе. Are you waiting for somebody? Did you ask anything? Ты спросил что-то? Мы не знаем, спрашивал он что-то или нет. Would you like something to ask? Ты бы хотел что-то спросить? И вот здесь мы предлагаем, в принципе, задать вопрос человеку. Have you seen him anywhere recently? Мы не знаем, для нас это новая информация. Ты видел время Present Perfect на канале? Мы прошли эту тему. Также вот здесь ссылочка для вас. Ты видел его где-то недавно? Recently. Did you meet him somewhere before? И здесь, например, мы видим, что они как-то машут друг другу, например. Значит, они встречались. Ты где-то встречался, либо встречалась с ним. И здесь мы, получается, мы весьма уверены. We are pretty sure. Потому что они подают знаки знакомства, что они знакомы друг с другом. Окей, далее. Поехали. Здесь тоже четвертый пункт. Вообще супер-супер важная грамматика. Это, что сам any, no и every работают по одному правилу. А именно, когда мы выбираем глагол, то глагол как будто бы he, she, it у нас будет. А когда местоимение, то мы выбираем по местоимению they. И вот пример я здесь вам такой пишу. Someone has forgotten their umbrella. Кто-то, вот у нас как he, she, it идет present perfect has forgotten. И потом местоимение, свой зонтик будет по множественному числу. Their umbrella. Вот такая вот интересная отрасль грамматики. Эти неопределенные местоимения и наречия. Теперь exercise 3. Такое оно итоговое у нас. Нужно написать somebody, anything, no way и так далее. Всю плеяду вот этих вот неопределенных местоимений в рамках вот этих предложений. It is dark. Темно. I can't see. Я не могу увидеть что-либо. I can't see anything. Tom lives near London. Том живет где-то, somewhere, рядом с Лондоном, near London. Do you know about this programming language? Ты знаешь что-то про этот язык программирования? Мы задаем новую информацию, мы не знаем, знает ли человек или нет. Поэтому выбираем, выбираем, выбираем anything. Okay, listen, what? I can't hear. Послушай, что? Я не могу слышать ничего. Я ничего не слышу. I can't hear anything. Why are you standing here? Почему ты стоишь здесь? I'm waiting for. Я жду кого-то. I'm waiting for somebody. We need to talk. Нам нужно поговорить. There is, есть что-то. I want to tell you. Есть что-то, что я хочу тебе сказать. There is something. The town is the same as it was years ago. Город, он такой же, как и был много-много лет тому назад. Ничего не поменялось. И здесь у нас nothing работает, поэтому уже в утверждении будет дальнейшее предложение. Nothing has changed. Did see the accident? No. Кто-либо видел ДТП, accident? Помним, что две буковки see. Первую мы читаем как к, вторую как с. Это ДТП, происшествие, несчастные случаи, accident по значению. Did anybody see the accident? Нет, никто. No, no one. Давайте запишем в два слова. В два слова уже работает. We weren't hungry, so we didn't eat. Мы не были голодными, поэтому мы не ели ничего. И у нас здесь есть грамматическое отрицание, поэтому используем уже anything. We didn't eat anything. Совсем вам не напомнилось, что все мои материалы в бесплатном доступе, именно этот файл, прикреплен в телеграм-канал, и там вы абсолютно спокойно можете скачать. Вся информация в описании дана. What's going to happen? Что же произойдет? I don't know. Я не знаю. Никто не знает. Nobody knows. Вот здесь у нас идет, как his, she, it работает по грамматике. С-очку абсолютно правильно здесь авторы учебника написали. Do you know? Знаешь ли ты? In Paris. По логике кого-то в Париже. Да, несколько людей. A few. Запоминаем. A few, some, several. Это несколько у нас по значению идет. Do you know anybody? Либо anyone. What's in the box? Что в коробке? It's empty. Значит, ничего там нет. Nothing. It is empty. The bus was completely empty. Очевидно, что десяти лишнее. Автобус был полностью... Никого там не было. Он был полностью пустым. There was никого. There was nobody. Либо no one. On it. I'm looking for my glasses. Я ищу мои очки. Я не могу. I can't find them. Не могу найти их нигде. Есть у нас уже отрицание. Поэтому мы используем anywhere. I can't find them anywhere. There is at the door. Can you go and see who it is? Есть кто-то возле двери. Это возле также значение. Можешь ли ты пойти и посмотреть, кто это? И используем здесь someone. Кто-то есть. Либо somebody. Okay. You must be hungry. И снова у нас сильная уверенность. Да, как Пу говорил, только it can't be true. Только здесь у нас уже в утверждении. Ты должно быть голоден. Why don't I get you? Почему бы мне не дать тебе что-то поесть? Давай-ка ты что-то поешь. Здесь мы уже предлагаем. Why don't I get you something? Это тот случай, когда мы предлагаем что-то человеку, что у нас есть. Поэтому используем some в вопросах. There was hardly. On the beach. Интересное значение, что hardly это едва ли. Это никак не связано с трудной и сложной. Едва ли кто-то был на пляже. There was hardly anyone. Либо anybody. On the beach. It was almost deserted. Он был почти такой вот пустынный. Как empty. There was complete silence. Была полнейшая тишина. И очевидно, что здесь никто не сказал. Уже будет в русском не вторая. Что-либо. То есть ничего никто ничего не говорил. В русском мы так переводим. Вернее, говорим. Nobody. Sad. И уже меняем. Помним, что в английском только одно отрицание. Поэтому используем anything. Вот так вы здесь с вами изучили эту тему. Надеюсь, что теперь вам понятнее. Либо вообще совершенно все понятно. И мы переходим в куислет. И освежаем слова, которые были в Вериде Пу. И первое слово, с которым мы познакомились сегодня, это кроличья нора. Rabbit hole. Способ, путь, дорога. Way. Угощение. Угощать. Treat. Орать. Кричать. Ел был в тексте у нас и в видео. Первый раз. First time. Уверенный, guys. How will it be? Sure. Of course. Правдивый. True. Уходить, уезжать. Go away. И ведь в виду, значит, правильный глагол mean, meant, meant. Конечно. Of course. Заходи, так по-дружески. Come on in. Кстати, между прочим. By the way. Вытирать ноги. Wipe your feet. Гость. And that is guest. Притворяться. Pretend. Вот такие у нас 15 слов были сегодня в уроке. И сейчас у нас vocabulary practice. Я не устану повторять, что practice makes it perfect. Что практика делает прекрасные результаты. Поэтому я приглашаю скачать данный файл и проделать все вместе со мной. Итак, sure это быть уверенным. Уверен, да, такой. Кричать, орать. And that is yell. Go away. Уходить. Уезжать. Вытирать ноги. Wipe your feet. У нас было. Трит. Угощать. Угощение. И также угощение. Кстати, между прочим. By the way. Guest. And that is гость. Правдивый. True. Rabbit hole. Кроличья нора. Первый раз. First time. Mean meant meant. Иметь в виду. Значит. Способ, путь, дорога, все это way. Pretend. Притворяться. Заходи. Come on in. Of course. Конечно. Excellent. And it's time of our final practice. Пришло время финальной практики. Переводим мы теперь с новыми словами нашу новую грамматическую тему. Соединяем все воедино. Кто-нибудь видел кроличью нору? Мы здесь не уверены, есть ли этот человек или нет. Соответственно, у нас здесь прошлое время, либо время по simple, либо present perfect можно задать. Я давайте в present perfect, чтобы еще вспомнить, что у нас по грамматике как he, she, it идет. Has anybody seen третья форма? Какую-то кроличью. Пока что новая информация у нас. A rabbit hole. Поэтому артикль a. Has anybody seen a rabbit hole? Кто-то пришел. Здесь у нас уже утверждение. Должно быть это гости. Итак, someone, тоже можно здесь показать, что пришел результат. Has come. Должно быть гости. These must be guests. Okay? Someone has come. These must be guests. Никто нас не угощал печеньем. Здесь у нас идет утверждение, но отрицательное. Поэтому мы здесь используем nobody, либо no one. В два слова пишем nobody. И помню, что у нас только одно отрицание, поэтому мы идем по утверждению. Nobody treated us with some cookies, либо biscuits. Nobody treated us with some cookies. Это слово означает что-то хорошее, но я не помню, что. Окей? Это слово this word означает means. Что-то something. Но я не помню, что. But I don't remember what. Alright? Никто не понял задание с первого раза. Никто снова удаст утверждение. Давайте уже напишем здесь no one. Понял, understood. Задание, the task вообще это называется. Ну, можно также и the exercise, например, написать. From the first time. Либо просто the first time. Все притворялись, что им весело. Все это everyone, либо everybody pretended, либо we're pretending. Можно здесь продолжительное время показать. Но мы пока что с вами не проходили past continuous. Everyone pretended to have fun. Вот это веселиться, весело, это to have fun. Everyone pretended to have fun. Кто-нибудь знает быстрый путь? И здесь у нас новая информация выясняется. Does, как хишит, поэтому работает, да? Does anyone know? No, уже ушла вот эта S-очка вот сюда. Does anyone know? The first way. Does anyone know the first way? Ты нигде не сможешь найти правдивую информацию. Ты не сможешь. You won't be able to. Я здесь использую. Be able to это у нас как can. По значению you won't be able to find. И правдивая информация. True information. И уже у нас есть отрицание грамматическое. Поэтому я здесь заменяю на anywhere. You won't be able to find true information anywhere. Кто-то вытер ноги, а кто-то нет. Someone. И вот у нас как ролик говорил. Wiped. И someone. Да, уже местоимение здесь нам нужно. Поэтому местоимение по they, значит их, свои ноги. Это будет their feet. And someone. А здесь уже у нас новое грамматическое остово. Did not. And someone did not. Okay? Someone wiped their feet. And someone did not. Кто-то где-то кричит. Здесь мы использовали someone. Здесь давайте используем somebody. Somebody. Дальше у нас пошел глагол. Потому что кто-то это существительное. После существительного идет глагол. Somebody в данный момент is yelling. И где-то somewhere. Somebody is yelling somewhere. Отлично. Вот здесь мы с вами заканчиваем. Напоминаю, что вы можете записаться в телеграме. И вообще просто подписаться в телеграм, что получаете интересную новую информацию для себя. Мы на этом с вами заканчиваем. Увидимся совсем скоро в новых видео. Bye for today. Субтитры сделал DimaTorzok